всем привет и сегодня у нас будет небольшой сравнительный видео обзор где я покажу модели грузовых автомобилей марки камаз масштабе 1 к 43 и у меня много моих подписчиков спрашивает а какая модель камаза на сегодняшний день самая лучшая и трудно дать конкретный ответ потому что у разных людей разные вкусовые предпочтения некоторым нравятся модели в виде китов они их делают самостоятельно красят как им хочется некоторым нравятся готовые изделия под брендом старт скейл моделс или под брендом пао камаз а многие собирают до сих пор модели от элекона и при небольшой доработке у них получается вполне конкурентоспособное изделие и в этом видео я вам покажу три основных бренда это советский элекон также новодельный элекон покажу вам модель ручной работы и в принципе это яркий пример как не стоит делать масштабные модели и также покажу вам модель от старт скейл моделс у ссм как многие знают сейчас довольно широкий ассортимент грузовых автомобилей марки камаз я думаю что они будут его расширять и в скором времени они выпустят абсолютно всю линейку этих грузовых автомобилей и так как скоро выйдет камаз 5320 в рамках журнальной серии автолегенды ссср грузовики я решил сделать такой небольшой ролик чтобы мы вспомнили а какие камазы уже выпускаются в 43 масштабе и первая модель с которой мы начнем это всем известный базовый камаз 5320 это уже новодельный элекон но это еще модель настоящего элекона как многие знают сейчас под брендом элекон тоже выпускаются камазы но многие говорят что эти модели выпускаются уже не на самом заводе просто кто-то выкупил всю оснастку и используют эту торговую марку для продажи новодельных моделей и они в принципе уже не имеют такой большой коллекционной ценности как советские камазы но и последние модели которые выпускались именно на элеконе в целом эта модель довольно аккуратно собрана конечно по современным меркам она смотрится игрушечно и у нее не такая хорошая детализация как у камазов от старт скейл моделс или от бренда пао камаз но тем не менее мне эта модель нравится здесь конечно были проведены некоторые улучшения по сравнению с советскими аналогами например была изменена решетка радиатора появились сквозные прорези также появились небольшие стекляшки которые имитируют светотехнику появились поворотники в бампере на советских моделях они были просто обозначены краской на этой модели я уже поставил харьковскую резину и харьковские диски но оригинальные колесики у меня тоже есть в наличии и что мне всегда нравилось у моделей от элекона это то что у них была рабочая подвеска конечно рама здесь выполнена очень просто наподобие плиткой шоколада без сквозных прорезей и по современным меркам это больше приравнивается к игрушке но тем не менее на тот промежуток времени эта модель была вполне достойная она довольно увесистая у нее поднимается также кабина там есть двигатель также кулиса переключения коробки передач и также у этой модели снимается тент и откидывается задний борт вообще было много камазов 5320 некоторые из них не дожили до наших дней некоторые модели у меня находятся в процессе реставрации я также сделаю обзор всех моих элеконовских камазов придется разделить видео на несколько частей потому что у меня есть как модели в идеальном состоянии так и модели которые находятся в процессе реставрации и есть модели в виде запчастей которые мне нужно будет как-нибудь собрать потому что они не совсем комплектные ну вот такой камаз в принципе вот в таком исполнении будет модель представлена в журнальной серии это автомобиль с обычной бортовой грузовой платформой без тента и нету еще модели настоящей масштабной копии а есть только рендеры и там судя по этой иллюстрации будет представлен автомобиль с кабиной голубого цвета и кузов у него будет тоже голубого цвета но посмотрим что нам предложит издательский дом на гостине вторая модель которую вам покажу это камаз от элекона но это еще советская модель и здесь вы можете видеть что у модели передняя часть более упрощенная здесь светотехника отлита вместе вот с этой белой планочкой также отсутствуют сквозные прорези поворотники обозначены просто краской и у меня на этой модели выцвела вот эта белая пластиковая часть потому что пластик здесь такой если на него падают солнечные лучи он начинает желтеть я немножко его отбелил но тем не менее желтизна все равно проявляется плюс этой модели в том что у нее металлический кузов также металлическая рама металлическая кабина кабина откидывается тоже подрессоренная подвеска здесь колесики более простые они полностью пластиковые очень большие оси я сюда специально делал такие небольшие резиновые хомутики чтобы ставить и чтобы ось не болталась но я думаю что у многих из вас был тоже такой камаз и у лекона был камаз как с другим кузовом не с вертикальными ребрами жесткости а с горизонтальными также был задним бортом в принципе этих камазов тоже довольно много и сегодня они тоже выпускаются новодельные под брендом и лекон так что кто из вас не приобрел эту модель в советское время может приобрести ее сейчас так еще одна модель камаза вот эта модель ручной работы эту модель я покупал довольно давно еще задолго до того как модели были анонсированы у производителя старт скейл моделс эта модель сделана из эпоксидной смолы и на этой модели используются запчасти от эликоновских автомобилей например здесь аромат эликона также некоторые другие элементы подъемный механизм гидроцилиндр взят самосвал от эликона кабина здесь сделана из эпоксидной смолы она откидывается есть имитация двигателя и конечно если бы эта модель была сделана более аккуратно и покрашена более аккуратно то она была бы вполне достойная но здесь покраска просто ужасная в кузове видны наплывы краски и такое ощущение как будто эту модель красили я не знаю кисточкой и эта модель была довольно дорогая сейчас эти машинки иногда встречаются на аукционах и цена на них не уступает моделям от старт скейл моделс и интересно в принципе эти модели до сих пор покупают я не знаю кто делал эту масштабную копию она продавалась в обычной эликоновской коробочке если у кого-то из вас есть информация о мастере напишите в комментарии очень хотелось бы узнать кто вот делал такой шедевр и здесь также установлена харьковская резина но она не красит этот автомобиль у меня передние покрышки здесь немножко приплюснуты потому что эта модель она не влезала в коробку из-за высоты кузова и поэтому в принципе она была придавлена и передние колесики здесь из-за этого деформировались и эта машинка у меня уже довольно долго лежит и вот колесики не принимают свою первоначальную форму я думаю что здесь рано или поздно придется их заменить на новые вот такой в принципе камаз я на него уже делал видео обзор кому интересно можете найти видео обзор на эту модель на моем канале и последний камаз который вам покажу это модель от старт скейл моделс у меня автомобиль камаз в четырехосном исполнении и также у ssm был такой камаз с более новым оформлением передней части мне понравился вот такой камазик и как раз его можно сравнить с моделью ручной работы потому что у них очень похожи кабины и повторюсь что если бы вот модель ручной работы была собрана более аккуратно более аккуратно покрашена то в принципе она не намного хуже была бы чем модель от ssm конечно в таком виде их рядом вставить нежелательно и модель камаза от ssm тоже имеет хорошую детализацию у этой модели уже пластиковый кузов но тем не менее он хорошо покрашен не просвечивает как на других моделей от этого производителя кузов здесь подъемный также у модели откидывается задний борт поднимается кабина ну и довольно хорошо сделана рама и ходовая часть и в принципе мое заключение что на сегодняшний день модели от ssm самые достойные конечно они не всем по карману но тем не менее за эту цену это вполне хорошая копия и что касается модели которая выйдет в рамках журнальной серии автолегенды ссср грузовики то у меня такое ощущение что это будет камаз не на формах от костромских производителей как многие помнят что камазы уже выходили в рамках журнальной серии автомобиль на службе там был представлен самосвал вот такого типа и был представлен бензовоз с кабиной нового образца у меня такое ощущение что модель камаз 5320 будет именно с кабиной от автомобиля который уже выходил в журнальной серии автомобиль на службе у него будет неподъемная кабина будет неправильная геометрия и у меня нету такого ощущения что это будет модель именно которая выходила под брендом пао камаз потому что в принципе костромские производители не будут упускать такую возможность продавать свои модели и отдавать свои наработки в принципе издательскому дому до гостини который я думаю будет камаз это тоже использовать в различных журнальных сериях напишите ваш отзыв что вы думаете какая модель выйдет под брендом автолегенды ссср грузовики и в принципе будете ли вы ее покупать я не знаю честно сказать если это будет модель именно с такой кабиной которая уже выходила в рамках журнальной серии автомобиль на службе то ее конечно покупать я не буду но если каким-то чудом это будет модель именно на костромских формах то я постараюсь приобрести эту модель потому что в цену до 1000 рублей камаза в таком исполнении как под брендом пао камаз я думаю что больше никто не предложит не забывайте поддержать это видео лайком или дислайком также подписаться на мой канал если вы еще не подписались также напишите какой из камазов вам больше всего понравилось какие модели этих грузовиков есть в ваших коллекциях возможно вы собрали модели в виде китов от производителя avd models и также не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить оповещение о выходе новых видео обзоров на моем канале всем спасибо за внимание до новых встреч пока пока